Здравствуйте друзья. Приступая к тестированию героя этого обзора, я примерно понимал что меня ожидает и не готовился ни к каким сюрпризам. Но ему удалось меня удивить причем в приятном смысле этого слова. Говорить мы будем о довольно банальном устройстве, Zigbee розетки в формате переходника с функцией энергомониторинга, причем весьма бюджетной версии. Но именно эта модель, на данный момент после проведения всех тестов, заняла первое место в моем личном топе. А теперь давайте подробнее. Модель NAS VR01B. Тип розетка-переходник с энергомониторингом. Интерфейс Zigbee 3.0. Диапазон напряжения от 85 до 230 вольт. Максимальный ток нагрузки 16 ампер. Мощность 3680 ватт. Потребление розетки до полуватта. Рабочая среда, температура от 0 до 40 градусов Цельсия, влажностью от 20 до 80 процентов. Размер 46 на 46 на 71 миллиметр. Поставляется устройство в простенькой белой коробке, схематично изображенной розеткой и наклейкой Zigbee Alliance. Ничего особенного, но по крайней мере можно понять что это. Бывают и вообще просто белые коробки без ничего. Сверху еще одна наклейка, где имеется уточнение о том, что это европейская версия и на 16 ампер. На боковых частях изображен список основных функций устройства. Комплект максимально простой, кроме розетки в коробке нашлась еще и коротенькая инструкция. Ничего важного в ней не содержится, перечень параметров, схема, ссылка на приложение Smart Life и тому подобное. Первое что мне бросилось в глаза, это компактность розетки. Меньше мне еще не попадалось. Это удобно, если использовать их в многопортовых удлинителях. Судя по промокартинках, они будут доступны в шести и цветах. Пока мне встречался только оранжевый и синий. Устройство рассчитано на установку в розетку стандарта шука с заземлением, вилка толстая, под 16 ампер. На корпусе находится единственная кнопка, короткое нажатие на нее переключает состояние реле, удерживание переводит в режим сопряжения. Диаметр розетки 46 мм, а длина 71 мм, по сути она не намного больше стандартной вилки. Но такая компактность сказывается на легкости разборки, тут ее ждать не приходится. Я обычно не делаю разборку, которая приводит к повреждению или разрушению устройства. Чтобы было понятнее, вот она в сравнении с розетками Blitzwolf SHP13 и 15, которые имеют более привычный размер, характерный для большинства таких устройств из экосистемы Tuya Smart. Хотя на первый взгляд различия не такие уже существенные, но в многопортовых удлинителях розетки расположены очень плотно, и из-за углов квадратных моделей проблематично использовать соседние с ними розетки. Герой обзора, благодаря круглой форме, лишней площади не занимает. Компактность это один из плюсов этой модели, причем далеко не единственный. Звук нажатия и переключения. Логическую часть обзора начнем с родного приложения Tuya Smart. К слову сказать, Smart Life это всего лишь один из ее клонов. Так как это устройство работает по протоколу ZigBee, нам понадобится шлюз, подходит любой работающий в Tuya. У меня это Ethernet версия от Moe, ссылку оставлю в описании. В его плагине выбираем подключение нового устройства, переводим розетку в режим сопряжения и нажимаем кнопку, диод уже мигает. Через некоторое время розетка подключается к шлюзу, она тут изображена схематично, хотя чаще отображаются фотографии устройств. При необходимости задаем имя и указываем локацию размещения, на этом подключение завершается и девайс отображается в списке устройств шлюза. Управлять розеткой можно и из общего списка устройств системы, но тут есть только включение и выключение, для доступа ко всем опциям нужно перейти в плагин устройства. Сразу прилетело сообщение о новой версии прошивки. Признаюсь честно, после того как я не так давно обжегся на подобном обновлении для розетки Blitzwolf BVSHP15, подробнее о нем смотрите в моем обзоре ссылка в описании, я задумался ставить его или нет. Но понимая что раз оно есть, то скоро все розетки уже будут с ним приезжать, я его установил и забегая вперед не пожалел, рекомендую обновлять всем. Далее все что показано в этом видео актуально для прошивки версии 1.0.10. Плагин розетки типичный для устройств этого класса, в центре окна отображается ее текущий статус включена или выключена. Внизу находятся четыре кнопки, первая это управление реле. Вторая кнопка таймер, включает в себя еще четыре опции. Обратный отсчет это по сути и есть таймер, по истечении которого розетка поменяет свой статус. Расписание позволяет задать время и дни недели в которое розетка будет включаться или выключаться. Следующий пункт циркуляция, на нем остановлюсь чуть подробнее. При добавлении задачи циркуляции, необходимо задать время ее действия в верхней части окна. Тут в течении часа с 13.12 до 14.12. Ниже тут доступно два пункта старт и энд, хотя корректней было бы их назвать включено и отключено. В каждом из них можно задавать продолжительность работы. В пункте старт, сколько времени розетка будет включена, а в пункте энд выключена. Можно указывать только минуты и часы и секунд нет. Поэтому эти названия могут ввести в заблуждение. Далее можно выбрать определенные дни недели, либо сразу все. В примере созданная циркуляция будет работать по субботам с 13.12 до 14.12 в течении минуты и для включения и для отключений. При ее активации она отображается в окне плагина под текущим статусом, который в этом случае будет раз в минуту то включаться, то выключаться. Не последняя опция включения и выключения в случайном порядке. Тут задается только временной интервал и дни недели. Правда для чего он может пригодиться, у меня идей не появилось. Вернемся к плагину розетки и следующая опция энергомониторинг. В включенном состоянии или без нагрузки отображается только текущее напряжение. Когда подключена нагрузка и замкнута реле, показана текущая мощность и сила тока. Также отображаются данные по потребленной энергии по дням и месяцам. А вот и основное достоинство этой розетки. Скорость обновления данных до 5 секунд, как при включении, так и при отключении. И последняя кнопка настроек. Тоже стандартная. Чтобы далеко не ходить, все такое же есть например у встраиваемой розетки Лельки, про которую недавно рассказывал. Тут можно указать состояние розетки после восстановления питания, всегда включена, всегда выключена или помнить последний статус. Поведение светодиода под кнопкой, правда его практически не видно. И детский замок. Когда эта опция активна, переключить состояние розетки вручную, можно только четырежды нажав на кнопку. Общее меню настроек. Тут указана совместимость с внешними системами управления, типа Google Home и Alexa. Можно включить уведомления о том, что розетка ушла в оффлайн. Есть обновления прошивки, но я про него уже говорил. Информация о розетке и ее удаление из системы. В меню автоматизации тоже все как обычно. Устройство может работать и как условия и как действий. В розетке. До условий больше, меньше или равно, которое можно применять к любому из параметров энергомониторинга, току, напряжению и мощности. Розетка конечно не заменит обычный автомат или реле напряжения, они все равно должны стоять. Но вот например сможет отключать питание на зарядившийся аккумулятор, отследив это по падению мощности. В разделе тогда все проще, тут возможны только три варианта действия. Это включение, выключение и переключение состояния розетки на противоположное. Последнее обычно применяется для отработки одного и того же события, например нажатия на кнопку. Таким образом по одному событию можно и включать и отключать питание с реле розетки. В Google Home при условии, что вы подключили свой аккаунт to your smart, розетка появится автоматически, несмотря на то что самого шлюза тут не видно, просто он тут особо и не нужен. Его задача проброс подключенных к нему устройств. Тут доступно только управление состоянием розетки, включить и выключить. В том числе через голосовой ассистент. В принципе ради него и есть смысл подвязывать сюда аккаунт tuya smart. Перейдем к Home Assistant. Для интеграции в него есть несколько путей, самый простой это штатная интеграция tuya, как ее настроить смотрите в моем уроке, ссылка в описании. Розетка залетает через нее в систему. Но надо понимать что эта интеграция зависит от интернет. Кроме включения и выключения, тут есть настройки аналогичные тем, что есть в родном плагине. Управление поведением светодиода. Режим работы розетки после восстановления питания. Детский замок. Есть и данные по энергомониторингу, напряжение, токи, мощность. Но по умолчанию они деактивированы. Их нужно включить, тогда в системе появятся дополнительные сенсоры. Данные обновляются и без необходимости запуска приложения tuya smart. Правда не так быстро как в нем. Чтобы избавиться от задержек, нужно локальное управление, например через zigbee2mqtt. На дату обзора актуальная версия 1.22.2. Тест проводился на zigbee координаторе Sonoff с прошивкой от 17 декабря 2021 года. Разрешаем подключение, на розетке активируем режим сопряжения. Внешних конвертеров не нужно, еще раз напомню что версия прошивки на розетке 1.0.10. Изображение не ее, но это большого значения не имеет. Поддержка штатная. Как и другие устройства со стационарным питанием, герой обзора является роутером. Кстати девайсы на TS011F тянут более 30 подключенных узлов. Я не даром столько раз упоминал прошивку, потому что как только эта розетка появилась, для нее был необходим конвертер подразумевающий принудительный опрос, это мне подтверждали несколько источников. На 1.0.10 розетка сама отдают данные, как это делал Blitzwolf BVS HP 15 до своего обновления. Данные обновляются в течении 5 секунд. Я считаю это отличным показателем, который дает возможность применять ее во многих автоматизациях, завязанных на энергопотреблении. Розетка шлет данные сама, это и быстрее и не так грузит сеть как принудительный опрос. Это основное достоинство этой розетки. Кроме этого, тут еще есть настройка режима работы розетки после восстановления питания. В принципе все что нужно. Обратная связь при ручном переключении тоже отрабатывается моментально. Что касается работы с мощными устройствами, для теста я взял совершенно бытовую задачу, скипятить 1.5 литра воды. Тут видео сильно ускорено, но таймер отображает реальное время работы. Весь процесс занял почти 5 минут на мощности около 2 кВт. По его окончании я сразу проверил розетку, она даже не нагрелась. Это не единственный мой тест, я подключал в нее и электрогриль с мощностью более 2 кВт, причем на гораздо большее время, пока полет нормальный. Вот так розетка пробрасывается в Home Assistant. Все те же сущности, что и в ZigBit у MQTT. Скорость обновления. Часть сенсоров деактивирована, но все можно включить. Тест CSLS Gateway проводился на прошивке от 8 января 2022 года. Конвертер для розетки был изменен с учетом того, что ее теперь не нужно опрашивать. И снова спасибо автору прошивки Григорию за оперативность. Подключение стандартное, тут с оригинальным изображением устройства. Вкладка состояний и вкладка опций. Тут настройка работы диода, детский режим и память состояния. А здесь управление и статусы. В измененном конвертере обновление данных тоже каждые 5 секунд. Вот так она пробрасывается в Home Assistant. Деактивированные сенсоры. Эта розетка меня приятно удивила, так как я ожидал очередной девайс с необходимостью принудительного опроса и обновлением данных в 30 секундный интервал. Однако на обновленной прошивке 1.0.10 розетка сама и весьма быстро шлет данные по энергомониторингу, что само по себе является большим преимуществом. А если учесть еще компактность и очень бюджетную стоимость, то думаю будет понятно, почему я сказал, что герой обзора занял первое место в моем личном топе Zigbee розеток с энергомониторингом. Выражу скромную надежду, что ее TS011F собратья не будут отставать и получат такое же обновление, убирающее принудительный опрос. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно оформить подписку на сервисе Patreon. Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Все ссылки на ресурсы, упомянутые в видео, а также на мои проекты посвященные умному дому, Telegram канал, каталог устройств, форум вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч.